Привет, меня зовут Пози, я нашёл игру Мистера Биста в Роблоксе. Называется она Попробуй пройди все ловушки Мистер Биста. И смотрите-ка, здесь у нас стоит Мистер Бист, возле него красная кнопка. Итак, давайте нажмём на красную кнопку. Добро пожаловать в Слоу Пози в мой мир, где будут встречать те сложнейшие ловушки. Выбери свой уровень игры. Пока что мы можем с вами выбрать только Изи. Зачем мне предлагают выборы, если только одно можно выбрать? Попробуй пройти все 8 ловушек, чтобы выиграть большую награду. О май гад, чуваки, сейчас мы с вами сможем заработать все награды от Мистера Биста. Итак, первая ловушка достаточно простая. Тебе нужно выбраться из этой клетки, пока шипы тебя не уничтожили. О, я, по-моему, это испытание видел в ролике Мистера Биста. Кстати говоря, поставьте прямо сейчас лайк, кто из вас смотрел видосы Мистера Биста. Так, а как мне это сделать? Мне нужно в первую очередь сломать этот стул. Так, замечательно, что дальше? Мне нужно сломать решётку. Нет, шипы приближаются! Вы это видите? Они очень быстро приближаются! Почему я не могу сломать эту решётку? Давай, 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 давай. Может, мне нужно палку в руке держать? Всё, выбираемся! О, нет! На последних секундах успел! Та-дам! Поздравляю, ты получил плюс 100 тысяч долларов! О май гад, это было очень напряжённо! Добро пожаловать в ловушку номер 2! Так, что это такое? Всё, что тебе нужно сделать для того, чтобы победить, это нажать на красную кнопку и затем вернуться обратно к двери. Хорошо, мне нужно, видимо, будет проспидранить до той дверцы, поэтому сейчас я просто нажму вот на эту кнопочку. И, надеюсь, сейчас ничего ужасного не произойдёт. Так, свет выключился. Опа, включается какая-то подсветка. Аааа! Что? Испытание с лазерами! Я к такому не был готов! Вы просто посмотрите на это безумие! Ха-ха-ха! Прямо как в последнем видосе Мистера Биста, чуваки. Ну, реально, один в один. Так, ладно, хорошо. Здесь пока что не сложно. Я не дотронулся ни до одного лазера, ёлы-палы. Так, хорошо, это было сейчас максимально близко. Перебегаем. Перепрягиваем. Ай! Задел лазер, чёрт возьми! Надеюсь, у меня не вычтут это из моего приза. Так, прибегаем. И... Замечательно! Справились со вторым испытанием. Плюс 100 тысяч паксов, и у меня ничего не вычли. И я даже не выбыл из этой игры. Кстати, было бы круто, если бы здесь была всего лишь одна жизнь на прохождение. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Я это видел, чуваки. Вот вам кадр из ролика Мистера Биста. Нам нужно сразу же стартовать по дороге прямо. Вот по этим вот джунглям. Потому что вот этот вот гигантский шар попытается нас раздавить. Раз, два, три. Хватай сумку с деньгами, побежал! Давай, 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 давай! Ой, 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 ой! Что это? Здесь падают еще метеориты? Такого в ролике Мистера Биста точно не было! Пальмы еще рушатся! Декорации ломаются! Нужно срочно увольнять декоратора этого испытания! Ёлы-палы! Если бы на меня пальма упала, я бы просто офигел. Капец, я задел сейчас какие-то деревяшки. Здесь огонь! Ой-ой-ой. Камень, кстати, достаточно медленно движется. Поэтому у нас даже есть время здесь немножечко поплясать. Смотрите-ка. Хе-хе! Не догонишь, не догонишь! Так, ладно, ладно. Добегаем. Все, замечательно. Я справился с третьим испытанием. Это еще плюс 100 тысяч долларов, чуваки! 300 тысяч долларов наш банк! Так, сейчас я нахожусь в этом шарике. И я знаю, что здесь будет. Нам нужно с вами проехать аккуратно через все ловушки, которые есть на этом испытании. На самом деле, я помню, была такая мобильная игра, где мы должны были за шарик перемещаться через различные ловушки. Не помню, как она называлась. То ли Холы-О, или Болы-О, что-то такое. В общем, прикольная игрушка. Всем рекомендую. Если вспомню название, я вам обязательно напишу в комменты. А если вы уже вспомнили, то тоже напишите в комменты. Собственно, здесь у нас вот такая вот интересная физика. Вы посмотрите. Я нахожусь в матрице. Самый настоящий. Как будто брейкданс танцует, только на ровном месте. Так, приезжаем по правой стороне. Аккуратненько. Нас может здесь нехило так заносить. Но я здесь не вижу никакой сложности. Было бы круто, если бы здесь рушился пол. Или что-то в этом духе. Тем более, мы с вами собрали чекпоинт. Какие нафиг чекпоинты в играх мистера Биста? Серьезно. Если бы такое было в его видосах, мне кажется, это были бы самые легкие испытания. Чекпоинт. Камон! Здесь должны быть настоящие испытания мистера Биста, где один раз попадаешься на какую-то из ловушек, и все, ты сразу же погибаешь. Все, конец, приходится начинать все с самого начала. Точнее, нет, тебя банят вообще в этой игре, и больше ты сюда зайти никогда не сможешь. А тут чекпоинты. Ну вы серьезно, да? Так, ладно. Здесь какие-то стены, которые светятся лучше до них, не дотрагиваться. Я даже ничего не нажимаю, он сам катится вперед. Вот это я понимаю физика, да? Самое настоящее, как будто реально чувак находится в пузыре хомячка какого-то. Окей, я помню, что один из участников ролика мистера Биста вообще это прошел запросто. Хотя мистер Бист думал, что это будет самое сложное испытание. Ну, достаточно круто, что чуваки придумали такой режим по мотивам видосов мистера Биста. Я, если честно, ждал давно такого режима. И, по-моему, достаточно прикольная концепция, потому что мистер Бист это как раз-таки чувак, который постоянно устраивает какие-то испытания. Ну, я думаю, вы и так все это знаете. Так, это что такое? Тебе нужно пройти пятую ловушку. Ага, я помню, здесь под водой нужно открывать вешалку из замки, чтобы проплыть дальше. Эта ловушка сложная, но очень простая одновременно. Заныриваем с вами под воду. И что это? Так, нам нужно вбить пин-код. Эээ, пять, семь, восемь, девять. Пять, семь, восемь, девять. Ну, это было как-то слишком просто. Коррект. Так, а теперь поднимайся обратно, чтобы захватить немного воздуха. Нажимаем с вами на рычаг первый, который мы разблокировали. Интересно, они, конечно, это интегрировали. Следующий замок. Запоминаем цифры. Два, восемь, три, шесть. Два, восемь, три, шесть. Всего по четыре цифры. Реально какой-то отстой. Надо было сделать больше цифр. Нужно было сделать сложнее, чем у мистера Биста в видосе. Хотя там чувак вообще вешалкой взламал под водой замки. Это было очень эпично. Я на том моменте реально напрягся немножечко. Так, доплываем до третьего испытания. Давай дальше. Запоминаем. Семь, восемь, девять, два, три. Семь, восемь, девять, два, три. Прям цифры подряд идут. Интересно, здесь каждый раз новые какие-то комбинации? Или же все-таки они повторяются для каждого игрока? Было бы круто, если были разные комбинации. Так, давай дальше. Последнее испытание. Четыре, пять, шесть. Один, два. Серьезно? Блин, можно было какой-то другой разброс сделать по цифрам? Там типа девять, два, три, семь, девять. Вот это было бы сложнее запомнить. Кто из вас запомнил? Поставьте лайк с первого раза, да? Не пересматривая видос, если что. И мы с вами доходим до финиша этого испытания. Бул Левер. Тяни рычаг. Та-дам! Отлично. Пятьсот тысяч баксов у нас уже банк. Ребята, вы представляете? Пятьсот тысяч баксов. Это пятьдесят лямов рубасиков. О, божечки мой. Так, вы дошли до шестого испытания. Итак, здесь у нас Фистоболс. Это шоколадки Мистера Биста. А справа у нас шоколад Хершес. Разработчики этой игры называют себя Мистер Бист Инкорпорейтед. Может быть, это реально кто-то из команды Мистера Биста это все придумал? Было бы круто. Так, собираем с вами Фистоболс. Раз, Фистоболс два. Нужно все время выбирать шоколад Мистера Биста. Который я, кстати, в реальной жизни еще ни разу не пробовал. И мне бы хотелось попробовать. Что такого особенного в этом шоколаде? Я не знаю. Но все его как-то нахваливают. Либо, может быть, потому что супер распиаренный бренд. Итак, а сейчас финальный выбор. Так, что же это за финальный выбор? Поставишь лайк или дизлайк этой игре? Так, если я поставлю дизлайк, то, видимо, нам придется все с самого начала начинать. И смотрите, здесь подсказка. Слева у нас находится конкурент Мистера Биста, Хершерс, шоколадка. А справа Мистер Бист в Фистоболс. Ну, конечно же, мы поставим лайк этой игре. Мы прошли это испытание. Отличный выбор. Еще плюс 100 тысяч. А, это не финальное испытание еще. У нас еще два испытания осталось. Всего 8 здесь ловушек различных. Зачем кто-то нажимает на кнопку пропустить ловушку? Топоры, серьезно? Вот что было бы, если Мистер Бист сошел с ума. Просто подвесные гигантские топоры. И тебе нужно пробежать. Дальше пушки какие-то стоят. Ладно, видимо, для этого испытания нам придется с вами воспользоваться донатом. Будем проходить нечестно испытание Мистера Биста. Гравити Койл, Спид Койл, Летающий Ковер Самолет или же Вип. Гравити Койл. Конечно. Это стоит всего лишь 70 робоксов. Это недорого. Это точно игра не Мистера Биста. Он бы не добавлял сюда донат. Мне кажется, ему донат с робокса вообще нафиг не нужен. Так, пробегаем, пробегаем, пробегаем. Так, бегу вперед. Я пока что не использовал гравити пружину. Я просто на уверенностях бегу. Не останавливаюсь. Вау! Перепрыгнул. Перепрыгнул через ядро. Нифига себе, вы это видели? Ууу, как я близок к этим кулакам. Так, сейчас он поднимется. И пора бежать. Здесь тоже пробегаем. Ааа, до последней секунды меня чуть не расплющило. Нет, я должен забрать домой 600 тысяч долларов. Я должен пройти это испытание. Во что бы то ни стало. Ребята, вы в меня верите? Если да, то поставьте лайк под этим видосом. Шипы, самые быстрые. Дааа, нажимаем на эту кнопку. Я не знаю, что происходит и как ты это прошел. Но вот тебе следующая ловушка. Давай, показывай, рассказывай. Лайцон, включите свет. Ааа, добро пожаловать на ловушку номер 8. Вырежи свою печеньку на каждом испытании. Это то место, где чувак слился. Помните, где он пытался медовую соту вырезать там фигуры. Это же испытание прямо как в игре кальмара. Так, нам нужно отнавести курсорчик. Ни в коем случае не отвлекаться. Нужно сфокусироваться на все 100%. Потому что это испытание я точно пройду. В отличие от участника видоса Мистера Биста. Не помню, как его звали. Мы с вами прошли первое испытание. Дальше мы можем с вами активировать дверь. Да, мы можем отсканировать печеньку. И печенька подошла. Фу, нам повезло. Летс го! Давай дальше. Показывайте мне вторую печеньку. Треугольник. Так, вот это уже будет поинтереснее. В какую сторону нам начать вырезать этот треугольник? Ладно, давай вверх начнем. Все по классике. Теперь аккуратненько здесь вправо. Доводим аккуратненько вниз. Не торопимся, ребята. У нас на кону с вами 600 тысяч долларов. Мы с вами почти все испытания Мистера Биста прошли. Мы так просто здесь не сдадимся. О, нифига себе, там радужный щел. А, смотри, а я вперед прохожу. Э, а что у него коронка над головой? Типа он один раз уже прошел все ловушки? Серьезно? Ой, звезда. Вот это будет сейчас самое сложное, чуваки. Вырезать звездочку. Вы посмотрите, какие же здесь резкие загогулины. Офигеть. Я очень нервничаю. Не представляю, каково себя ощущать в реальной жизни, когда ты вырезаешь эту фигуру на медовой соте. Тем более, когда у тебя на кону не 700 тысяч долларов какие-то в Роблоксе, да, а реальные 700 тысяч баксов. Напишите прямо сейчас комменты, на что бы вы потратили 700 тысяч долларов, если бы вы выиграли испытания у Мистера Биста. Интересно будет почитать все ваши комментики. Сканируем фигуру, сканируем, чуваки, сканируем. Все правильно? Да, летс гоу! Ну, а последнее это у нас должен быть зонтик. Кстати, может быть, я сграю эти пружины и смогу перепрыгнуть? Хе-хе-хе. Ладно, нет, не получится. Я бы просто выломал эту дверь ногой и все, и побежал бы дальше. Хотя, это больше похоже на сейф. Блин, зонтик. Окей, на зонтиках все время все фейлят. Даже в оригинальной игре в Кальмара чувак зафейлил зонтиком, и ему настал конец. Но там на кону стояла не то, что какая-то сумма, а прям целая жизнь. Да, если ты проигрывал в испытаниях в игре в Кальмара, то ты терял свою жизнь. Вот такая вот суровая игра. Жду не дождусь, когда начнется второй сезон, или, может быть, полноценный фильм. Все, мы с вами почти доделали зонтик. Всего лишь одна линия. Let's go! Да! 800 тысяч долларов к папе! Разблокировали последнюю дверь, и, по-моему, это сейчас было финальное испытание. Мы с вами справились со всеми челленджами. Поздравляем тебя с завершением всех моих ловушек. И мы с вами заработали ачивку. Пройди все 8 испытаний. Winner! 800 тысяч баксов. Нажимаем с вами отцеп. И теперь у меня тоже появилась коронка над головой. Ты можешь еще раз перепройти это через дверь, которая находится позади. Не, лучше я посижу в этом лаунже миллиардера. Кстати говоря, с 30, сколько здесь 100 долларовых купюр. Просто офигеть офигешеньки, да? Мы просто садимся с вами здесь куда-нибудь на трон. И все. Наслаждаемся нашим выигрышем. Ну а это бонусное испытание от мистера Биста. Эй, я Джонни. В настоящее время мы застряли на вулканическом острове. Как вы думаете, у вас есть то, что нужно, чтобы забоевать вулкан и добраться до конца, прежде чем будет слишком поздно? Окей, это звучит очень интригующе. Нам нужно с вами забраться на самую вершину вулкана для того, чтобы выжить. Потому что каждую секунду будет подниматься лава. Итак, он нам желает удачи, Джонни. Это, видимо, какой-то помощник мистера Биста. Итак, время пошло. А лава пока что не поднимается. Я вообще не вижу здесь лавы. Итак, таймер у нас идет 8 секунд. А через сколько начнет появляться лава? Через 10 секунд? Я ее даже здесь не вижу. Попробуйте двойной прыжок. О, здесь есть двойные прыжки. Хорошо, видимо, нам нужно просто заспидранить весь этот режим. Это не так уж и... А-а-а! Что происходит? Почему он так резко появился? Там все первые этажи уже затопило лавой. Давай, нам нужно успеть буквально с тобой за одну минуту добраться до самой вершины. Но я даже не на середине, елы-палы. Я чувствую себя просто ужасно. Так, это я мог пройти быстрее. Не знаю, почему я здесь замедлил. Пока что поднимаемся все время по каким-то лестницам. Что это? Донаты? Мне не нужны эти донаты. Они пытаются меня отвлечь. Лава прямо возле меня. Божечки мой. Она поднимается примерно каждые 20 секунд. Что очень и очень опасно, ребята. Даже не знаю, сможем ли мы с вами настолько быстро пройти все это. 10 секунд прошло. Да, реально, каждые 20 секунд. Буквально через 5 секунд она должна подняться еще выше. Давай, давай, давай. Карабкаемся как можно выше. Летс гоу, летс гоу. 70 секунд. А, что-то она зависла на одном месте. О, нет, 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 нет. Я пошутил, я пошутил. Что, у меня есть ковер-самолет? Вы сейчас серьезно? Это поп-ит? Какого фига? Поп-ит уже не хайпит. Откуда он здесь появился? Я не понимаю. Как выбросить эту какашку? Подскажите, пожалуйста. Как избавиться от этого? Блин, как она быстро-то поднимается. Она уже красного цвета. Это не есть хорошо, это не есть хорошо. Может быть, сейчас она ускорится. А я только половину прошел из этого всего. Сколько времени мне потребуется для того, чтобы пройти все это дело до конца? Я дошел через первый флажок. Мы с вами собрали какой-то чекпоинт. Если мы с вами упадем в лаву, то ничего страшного не произойдет. О, ха-ха-ха. Как еще долго подниматься? Так, я еще ни разу не зафейлил. Еще ни разу не упал в лаву. Мистер Бист не разочаруется в этом ролике, где я так быстро прохожу. Все это спидраню, чуваки. Мне кажется, что я мог еще бы ускориться Х2, если бы скипал некоторые препятствия. Не забываем про наш двойной прыжок. Ёлки-палки, чуть не упал вниз. Дурацкий Пупыт. С ним нельзя забираться по лестнице. Я понял, для чего нам дали его в руки. Они пытались нас запутать, чтобы мы с вами упали вниз. Вот о таких вот лестницах. Так, контрольная точка собрал. О-о-о-о-о-о, там все уже в лаве, по-моему. Внизу больше никого не осталось. А то, что нам показывают справа, это все обман, чтобы набрать классы, так сказать. На самом деле, снизу никого нет. Вы видите кого-нибудь там снизу? Я лично никого там не вижу. Не, ну на самом деле, мы с вами вообще отлично справляемся, ребята. Огромный лайкосик за то, что я делаю такой супер-быстрый спидранчик. А если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь. Так, здесь какие-то морды у нас непонятные. Нет, эти морды нам не нужны. Я иду, по-моему, на рекорд. Интересно, здесь есть какая-нибудь таблица лидеров? Среди тех, кто быстрее всего прошел эту карту. Кстати, нормально я сейчас сократил, да? Вы это заметили, да? Забираемся по лестнице. Отлично. Так, здесь можно еще сократить. Можно просто забраться сразу же на самую высь. О-о-о, нет, нет, нет. Мы, по-моему, с вами отстаем от таймера. Потому что лава еще ближе становится. Блин, зачем же мистер Бист придумывает такие жесткие испытания? Я не понимаю, чуваки. Я не понимаю. Мистер Бист, откуда ты достал столько лавы? Зачем ты создал куб с лавой? Безумие самого популярного ютюбера. 250 тысяч тонн тротила ждет на самом конце. Я в этом уверен. О, смотрите, я догнал чувака в этой шляпе. Нифига себе. Как мне удалось это сделать? Уже прошло 250 секунд. Надеюсь, что до 300 секунд мы с вами управимся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, мне это совершенно не нравится. Я максимально сфокусирован, чуваки. Прям максимально. Я даже фактически не моргаю, если вы могли на это обратить свое внимание. Да, потому что я хочу все это заспидранить максимально быстро. Контрольная точка. Так, я мог сейчас упасть вниз. Больше мы так сильно рисковать не будем. Я уже чувствую, как мои ножки припекают. Ёлки-палки. А что я получу за это прохождение? 100 тысяч долларов или 250 тысяч? Так. На лестницу. Отлично. Сюда. Хорош. Я думаю, что такого точно никто не ожидал. Мы с вами опередили чувака, который был самый первый. Нееет. Я упал в лаву, потому что я задумался. Минус одна попытка. Я дошел до тупика. Блин, я вернулся вообще к самому началу. К самому началу этого этапа. И лава вот-вот поглотит здесь абсолютно все. Черт. Как я мог зафейлить так? Эта игра реально похожа на only up. Но она даже немножко понапряженней, мне так кажется. Потому что эта лава все время дышит тебе в затылок. На самом деле, эти уровни все намного проще, чем Tower of Hell. Но здесь вся загвоздка, это как раз-таки в таймингах. Нужно успевать проходить все эти испытания достаточно быстро. То есть стараться сократить возможными способами свои пути, для того, чтобы не упасть в лаву. Так, контрольные точки мы собирать здесь не будем. Мы сразу с вами приходим к самому интересному. Я почти дошел до финиша, эй! Меня пытаются сбить ковром самолетом! Что за фигня? Нет, 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 даже не думая этого делать. Кто ты такая, Милка-227? Она мне чуть все не заруинила во второй раз. Черт возьми, как я мог потерять одну свою попытку? Да блин, как она так быстро телепортируется? Я не понимаю. Может быть, она действительно стоит на одном месте и все? То есть это просто текстура? Да хватит! Даже не пытайся этого сделать! Не скидывай меня в самый низ! Не используй больше ковер-самолет! Так! 400 секунд. Нет, до 300 секунд здесь было фактически невозможно пройти. Вот что я понимаю сейчас. И, наверное, стоило сократить на том шарике, как раз-таки допрыгнуть вот до этого желтого блока. Не знаю, не знаю. Так, тут я тоже выбирать тропинку не буду, буду просто все это дело перепрыгивать. Мы с вами почти дошли до лаки-блока. Мне кажется, что мы с вами, как минимум, сейчас войдем в топ-100 лучших чуваков, которые проходили это испытание. Но я знаю, что мы могли с вами сократить все наше прохождение секундок на 30, да? Это же главное правило спидрана. Ты должен сокращать пути всеми возможными способами. Где-то здесь уже лаки-блок. Где он? Я чувствую его! Я прям прыгаю на его уровне! Давай, 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 давай. Ладно, туда я не допрыгну. Ну вот здесь-то я смогу перепрыгнуть. Ух ты! Как она близко! Нет, лава все-таки двигается, окей, окей, окей. Она достаточно быстро двигается. Черт! Нет, нет, нет! Нифига себе! Весь уровень под нами уже ушел под лаву! Все, все, все. Я возле лаки-блока, я возле лаки-блока. Я чувствую финиш. Я чувствую финиш. Так, чуть не улетел вниз. Вот это сейчас было очень рисково. Я на секунду подумал, что все, можно будет завершать этот ролик. Реально, в такие моменты сердечко прям конкретно ёкает. Так, и мы с вами выбрались! По-моему, это финиш. О, да! Ха-ха! Все, ребята, я прошел все испытания! Давайте просто соберем с вами ачивку за прохождение этого режима. Фу! 539 секунд у нас с вами ушло на полное прохождение. Это примерно 8 минут плюс-минус. Окей, чуваки, большое вам спасибо за просмотр этого ролика. Обязательно поставьте лайк под этот видос. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами в следующих роликах. Адьяс!